Всем привет! Вы на канале ТВ Распаковки. Сегодня у нас рубрика будет ТВ. Давно не было такой рубрики, вот я решил снять. Расскажу сегодня вам о таком тюнере Sante Integral 1319 HD Combo. Он поддерживает форматы T2 и S2, работает с Wi-Fi адаптерами, 3G сеть, IPTV, YouTube, 2 USB выхода, Full HD, вот такая коробочка сзади, вот здесь такие надписи. Это Sante Integral очень хорошая компания. У меня уже давно, наверное лет 10, тюнер 1223 Ракета, Рокет HD. Так он 10 лет работает без проблем. Тетя Шура работает. Ну, кто в теме, тот поймет. Вот, родная тетя Шура, которая в нем стояла, она где-то год проработала, а потом надо было продлевать. Но я поставил стороннюю. Можно найти в интернете на многих сайтах, можно на Алиэкспресс заказать. Вот здесь покажу. Посмотрите видео, как я заказывал на Алиэкспресс. Тоже там очень неплохая Шура, на 4 линии работает. Ну, это Sissecom, кто не понял. Ну, а сейчас мы распакуем, посмотрим внутри. Вот такая коробочка красивая, красочная. Ну, как всегда у Sante Integral. Открываем. Вот так, в комплекте, что у нас идет? Идет такая зарядочка. Так, 12 Вольт, 1200 мА. Такая обычная зарядочка. Это уже хорошо, что выносная, если вдруг что можно поменять. Вот такой циферблат. Ну, довольно большой. Дальше. Тюльпаны. Я думаю, уже пора ложить HDMI кабель. Отойди, тюльпаны, ложат и ложат. Ну, что ж. Моим, это что, моим. Вот такой пультик. Видите? Такой большой. Такой интересный. С надписью. С бренда Sante Integral. Так, что еще у нас? Вот посмотрите, уже положат двухсторонний скотч, чтобы этот циферблат клеить. И вот такой маленький тоже скотчик. Так, вот этот кронштайн, чтобы цеплять сзади телевизора. Интересно, в наше время кто-нибудь цепляет уже его. Может кому-то и пригодится. Так, кто уже наклеечку приклеит и сзади телевизора сюда тюнер. Так, батарейки идут в комплекте. Это уже хорошо. Ну, это вот этот гель, который влагу собирает, против влаги. И вот сам такой тюнерок. Такой упаковочке. Вот, посмотрите. Вентиляция хорошая. Такие дырочки. Надпись Sante Integral. Так, смотрим здесь. Антенный вход T2. Антенный вход S2 для спутникового тюнера. RS-232 вход. Это для перепрошивки тюнера через компьютер. Ну, для этого нужен специальный переходник. Не джек, наверное. Вход AV. Вот эти штюльпаны. HD кабель. Для дисплея вот этого кабеля. И блок питания. Здесь такие тоже венециальные дырочки. И здесь вентиляция. Ну, вентиляция хорошая, я видим. Так, спереди два USB входа для флешки. Здесь можно на нем записывать фильмы. Там ставить на паузу. И сюда подключается Wi-Fi адаптер. Здесь тоже вентиляция. Вот эта обводка такая металлическая. А здесь пластик. Вот такой малыш. Цена у него небольшая. За такие деньги. И T2, S2 работает. IPTV, YouTube. Ну, вот посмотрим. Мы его сегодня подключим к телевизору. Прощем с самой последней прошивочкой. Посмотрим, на что он способен. Посмотрим, как работает YouTube. Как работает кинотеатр. Как работает IPTV. Как сканируется T2, S2. Запустим эмулятор. В общем, полную настройку сделаем этого тюнерка. Ну что, погнали подключать. Итак, подключаем наш тюнерок. И делаем настройки. Ну, выбираем язык меню. Выберем русский, чтобы было поудобнее. Страна. В общем, где тут Украина. Так, сейчас посмотрим. Что-то не найдем. Ладно. Сейчас посмотрим на версию прошивки. База данных пустая. Так, нажимаем на кнопочку меню. Посмотрим, какая здесь версия прошивочки. И если что, мы ее обновим. Вот, обновление ПО по USB. Так, сейчас подключим нашу флешку. Я прошивку скачал на сайте. На каком сайте я скачал прошивочку, я оставлю вам в описании. Посмотрите, где я беру прошивки на тюнер и сатинтеграл. Сейчас установим последнюю версию прошивки и все посмотрим. Так, прошивочку. Сейчас я установил на карточку и карточку, ну флешкорту. Вот, установил USB накопитель. И сейчас мы ищем вот здесь, где прошивки. Вот 13.19. Это наша прошивочка. И вот она. Вот здесь софткам ключи есть. Вот еще список канала. Ну, а мы сейчас скачаем вот эту. Обновляем прошивочку. Это прошивочка от 20.05 мая. Новая, последняя. Так что, ждем. Установится. Посмотрим. Последняя версия прошивки. Что здесь есть нового, что работает. Мы все это проверим. Пока, вот видите, идет загрузка. Вот с какой скоростью оно все идет. Вот стирание, флеш, обновление, флеш. В общем, с такой скоростью все идет. И настроим, отсканируем каналы Т2. Отсканируем, посмотрим, как спутниковые. Покажу, как все настраивается. Подключим Wi-Fi адаптер. Полистаем меню. Ну и посмотрим, как все работает. Так, еще чуть-чуть осталось. Все, прошивочка остановилась. И наш тюнер пошел на перезагрузку. Сейчас он перезагрузится, включится. И посмотрим, как он работает. Так, вот. Такая заставочка. И выставляем. Язык меню. Выбираем. Русский. Страна. Украина. Ну, пусть будет автор. Время пока. Активная антенна. Это антенна Т2. Если у вас на антенне стоит усилитель, то надо включить выключение. Если антенна без усилителя, то выключение. Ну, у меня с усилителем антенна Т2. Поэтому я включу их. Включать. И вот ищем каналы. Видите? Писал Украина, а ищет частоты Египет. Странно, конечно, интересно. Ну, посмотрим, что она найдет. Как каналы, как ее отсканировает. Вообще, как работает Т2. Продолжаем наше сканирование. И вот пошли каналы Т2. Видите? Регион Украина. Прописано Египет. Ну, так получилось. У них прошивочка. Ну, еще, мне кажется, немножко она сыроватая. Потому что тюнер новый. Еще не успели выпустить. Ну, Sat Integral такая фирма, что они со временем все ошибки все исправляют. Будут выходить новые прошивочки. Так что здесь проблем, я думаю, не будет. Сейчас подождем, пока отсканируется. И посмотрим, как работает каналы Т2. А после этого отсканируем и спутниковые АСД каналы. Видите? Уже сколько каналов понаходило. Есть оно все. Вот с такой скоростью оно сканирует. Вижу, уже некоторые каналы повторяются. Это, наверное, с разных вышек она ловит. Ну, у меня антенна с усилителем сильная. Поэтому вот сколько каналов пошло. Видите? Видите? Сколько вышек пошло. Ждем, когда оно все это пройдет. Все. Вот выбрало и пишется сохранить результат поиска. Мы нажимаем «Да». Каналы сохраняются. И вот сейчас посмотрим, как они работают на канал «Братый лук». И вот, видите, работает этот канал. И так дальше. Вот так он показывает. Все каналы Т2 идут хорошо. Все показывает. Теперь. Нажимаем опять кнопочку «Меню». Выбираем. Вот здесь такой пароль просит, когда нажимаем «ОК». Нажимаем «4.0». И тип установки «ДВТ-С2». Теперь выбираем «Настройки антенны». Меня интересуют антенны, которые работают у меня в регионе. Это первая антенна. «ОС-349». «Сириус». Ну, «Сириус». Так. В режим «Десик». Выбираем у меня 1.0. И на первом. Так. Нажимаем «Выход». Сохраняется канал. Так, дальше. следующая антенна которая меня интересует это раз мы посмотрим какие здесь видите есть 36 такие антенны здесь шестнадцатый hotbird hotbird можно настроить уже выбираем 1 и 0 так не помню и еще один выбираем амаз там что-то я вам аса не вижу да вот мама сами от амаз надо вручную ну вручную потом ведем это не страшно есть но это не беда я думаю может будущих исправлять чтобы добавили амаз ну его добавить вот здесь можно нажать список спутников вот и нажимать красную кнопочку и вот новые спутники я думаю это разбирается настроить или в будущих прошивках нужно немножко подождать не выпустят но мы сейчас отсканируем а остру посмотрим так настройка антенны вот мы уже все и и так сейчас найдем конечно меня немножко непривычная на текст от интегралах немножко не такое я думаю разберусь попробуем танк то здесь вот сириус чтобы начать сканирование нужно нажать синюю кнопочку включаем автопоиск сейчас посмотрим как он сканирует что найдет какие каналы вот видим пошли каналы такие всякие закрытые незнакомые знакомые но я думаю достаточно может сейчас попробуем отсканировать по частотах потому что она находится всякая закрытая канала там сейчас поищем чтобы найти нажимаем список транспортеров и выбираем какой нам там интересно 12 130 этом вообще нет ладно давайте знаете что сделаем я здесь видел настройка антенны и переключим не сириус может выбрать астро сейчас мы этот сириус отключим полностью отключим чтобы он не мешал вот пишем нет и выбираем остро потому что что-то в этом сириусе не все частоты вот видно прошивочка сырая еще поэтому вот такие проблемы на то мое первое включение поэтому я еще ну все так нажимаем на выход сохранение данных и выбираем список транспондеров только здесь есть которая канала интересно 1230 вот этот частот она хоть одно отсканировать то уже нет ладно сейчас добавим ее эту частоту добавляем частота 12 130 нажимаем ставим галочку и в синей сканируем ее сканируем эту частоту сохраняем результат так но пока вы весь спутник не будем сканировать потому что это долго но вот посмотрите вот работает спутниковые каналы вот нажимаем кнопочку окей смотрим меню вот все украинские вот где буква т это 2 с с 2 посмотрим как приключается это включился канал т2 назад переключаем вот идут каналы с 2 вот так а сейчас подключим айфай адаптер и посмотрим что будет дальше это подключаем вайфай адаптер заходим меню и ищем так что есть какое меню уже не помню где этот не помню а вот здесь настройка сети тип соединения есть беспроводную я нужно 3g сеть нужно usb модем кабель usb модем беспроводную ну мы выберем и usb модем конфигурации подключим потом вот авто соединение и соединение и соединение подождите какой вести беспроводная беспроводная и ищем здесь бима дам это немножко нету а вайфай адаптер нужно подождать и вот моя сеть вверху сейчас введем пароль и подключим потом вот авто соединение и соединить час я введу пароль все пароль я ввел авто соединение и соединяем сейчас соединиться с моей сети вот вверху вот видите уже такое цепочка она уже соединилась к сети дальше что мы делаем дальше нам нужно активировать эмулятор потому что эмулятор не активирован поэтому выбираем мультимедиа на пульту нажимаем кнопочку вот эту аудио и вводим пароль 400 вот видите первый уже введенный 0 и дальше вводим и вот включился такой эмулятор теперь выбираем патч меню это сюда можно вводить без ключей вот это криптовой окна гравижен века с поварью так дальше сервер это здесь нужно выбрать сервер сисиком активировать соединить нажимаем сейчас посмотрим что будем не знаю это бесплатный этот сервер или нет и это не то что я думаю а это не то что я думаю здесь просто нужно вводить свой сервер сисиком можно брать и на алиэкспрессом есть и в сети можно найти много хороших продавцов шарина так вот еще одна функция включена это какой-то такие функции настройки медиа вот посмотрим какие сетевые приложения что у нас здесь есть фри айпи тиви youtube ну что-то случилось с интернетом поэтому онлайн сервиса сейчас не могу показать но вот посмотрите есть приложение здесь есть фри айпи тиви есть youtube онлайн видео здесь мегагол и взрослый пакет сталкер портал экстрим айпи тиви я вижу я вижу вот это интернет просто пропала меня не работает посмотрим какое общем меню в этого тюнерка есть мультимедиа это воспроизведение с флешки видео фотографии музыки дальше сейчас заходим меню это типы установки их вот диспетчер каналов список избранные можно редактировать каналы переставлять здесь тоже стартовый режим можно ставить телевидение выбрать на каком канале стартовать тоже очень полезная фишка язык меню прозрачность меню можно выставить язык аудиодорожки язык субтитр задержка так дальше следующее медиа это настройка видео аудио контрастности яркость разрешение которое нужно дата таймеры блокировка детей настройка сети сброс на заводские настройки можно прямо стюнера перезагружать обновление по вот моя версия по 20 0 5 так дальше смотрим что здесь есть мультимедиа где настройка медиа здесь можно видите это как записывать вот куда все записывать это нужно флешку ставить usb разъем и можно записывать передачи на флешку на диск конфигурация prv вот видите какие размеры файла до гигабайта приложение это я вам уже показывал какие есть это я каст управление патч меню вот такое так что еще тип установки это установки но это мы уже все проходили смотрели что здесь есть вот обновление можно сейчас поставить еще раз флешечку посмотрим что здесь еще можно такое здесь вроде есть без ключи так обновление по usb там где он вот это прошивочка вот обновляем все что есть вот обновили ключики софтком и посмотрим сейчас чурный рок перезагрузится и посмотрим что здесь и как ним ну патч меню появились ключики или нет так нажимаем кнопочку меню посмотрим появились ключики вот видите уже все ключики избис все прописано надо ничего вводить она с прошивкой идут эти все ключики это сервер тоже настройки каршаринга ну вот такой обзорчик тюнера конечно из-за интернета в меня интернет как всегда пропал неподходящий момент не удалось вам показать youtube но я думаю все сами знаете она ничем не отличается других тюнерков там тоже такое самое меню так что всем спасибо за просмотр до следующего видео